Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. В продажу выставляются колбасы нескольких сортов. Кроме того, торгуют внутренними органами животных. Продукция мясокомбината расходится в очень короткое время, потому что и вкусовые качества, и внешний вид очень понравились и на улице. Кстати говоря, автомашина, на которой вывозятся продукции, арендуется мясокомбинатом у одной из уфимских организаций, так как своей еще нет. Но эта проблема относится к той категории, которая со временем и появлением финансов разрешится. А вот так выглядят уже почти готовые продукции. Шприц вакуумный, заранее наполненный фаршем, готовые искусственные оболочки наполняет фаршем. В фарш же, кроме мяса, добавляют приправы и специи, такие как перец, соль, мускатный орех, чеснок, кориандр, плюс нитрат натрия на 100 кг 27 г. Проблемой в этом вопросе являются оболочки искусственные, которые поставляются по бартеру из кожзавода города Стерель-Тамака. Затем колбасы и копченые, и вареные помещают в термокамеру, которая регулируется пультом управления. Мощность термокамеры 1 тонна в смену. Основная работа по термокамере ложится на плечи технолога колбасного цеха Гельмиева Алмаза. Алмаз прошел обучение в специальных курсах в городе Санкт-Петербург. В этом же колбасном цехе происходит обвалка и желовка мяса. Мясо отделяется от костей. Процесс это довольно-таки трудоемкий, тем более, что основной костяк коллектива – женщины. И обвалка и желовка – процесс ручной. Мощная мясорубка, конечно, намного облегчает ручной труд. Фаршемешалка доводит до кондиции продукцию со всеми специями и приправами. И ставит на созревание на 24 часа при 0 градусах. И мясо, и готовая колбасная продукция, и внутренние органы берутся на анализ лаборанткой Валиевой Эльвиры и ветеринарным врачом Мола Бердином Фердаосом. Колбасы проверяются на влажность, на соль, на содержание нитрита. К сведению простых потребителей, лабораторная служба нас проинформировала, что нитриты добавляют, чтобы дать колбасе приятный цвет. По вкусу нитрит напоминает соль, однако содержание его в колбасных изделиях строго ограничено. Один из самых важных цехов комбината – убойный цех. До недавнего времени здесь испытывали перебои с поставкой животных. Хозяйства не торопились сдавать их, дожидаясь то очередного повышения цен до конца квартала. Летом мяса было особенно много. Постоянные поставщики КРС колхоза «Победа» имени Парижской коммунной имени Мичурина, буйский совхоз «Заря», «Авангард» имени Калинина и имени Чапаева. Первую прибыль в размере 8,5 млн. рублей получили в сентябре месяце. Рентабельность составила 8%. Обучение и стажировку рабочих комбинатов прошли в нефтекамском мясокоминаде, с которым сложились добрые, хорошие отношения. Труд здесь максимально механизирован. В цехе очень чисто, кроме небольшого специфического запаха. Насчет чистоты здесь категорически строго. Буквально каждую неделю здесь бывают сотрудники санэпидстанции. Отношения между медиками и комбинатом, благодаря соблюдению санитарных норм, пока хорошие. Торгует мясокомбинат на площади с машин, потому что пока нет своего фирменного. Арендует магазин «Нектар», но за аренду платятся огромные деньги. На территории мясокомбината в данный момент идет монтаж фирменного комплексного магазина, который выкуплен у Альметьевского СУСКБУ «Восток. Монтаж. Газстрой» за 166 миллилитров. Как долго строился мясокомбинат Янаульский? Как такой мясокомбинат наш строился? Долго, надо сказать. С одной стороны, если сказать трудности финансовые, так быстро можно сказать даже. Очень помогла республика наша, районные руководства. Постоянно пробивали деньги. Тем не менее, в конце 1993 года надо было сдавать этот мясокомбинат, но, конечно, с большими недостатками. Но этого надо было показать, доказать, потому что был указ совмена. Деньги выделять только тем, строить с объектом, который должен сдаваться в этом году. Вот в 1993 году я имею в виду. Вот из-за этого пришлось сдать с большими недоделками. Скажите, какова мощность мясокомбината? Это мощность 3 тонны мясоколбасных изделий в смену, в том числе и 1 тонны колбасных изделий. Как Вы думаете, удовлетворяют вот эти 3 тонны потребности города и района Янаульского? Ну, если так сказать, раньше, вот летом, летнее время, у нас было трудности, конечно, с реализацией. Тогда можно было сказать, мы удовлетворили, если трудности были. А сейчас вот идет на расхват. Обычно, особенно вот колбасные изделия, большая осьер стоит, ежедневно 600-700 килограмм. Уже уходит, можем сказать, не хватает. Но, тем не менее, имеется в других магазинах там, в смене мясокомбинатах колбасных изделий имеется. Ну, как сказать, удовлетворяем или не удовлетворяем? Наверное, нет. Пока нет, да? А вот что в перспективе у Вас? Ну, в перспективе... Чего? Надо, если так дело дальше пойдет, надо двухсменную работу организовать придется. Поэтому набрать опять коллектив, опять учить. А вот с ассортиментом какие-либо изменения произойдут? С ассортиментом то же самое, но мы сейчас даже можем любой ассортимент выпускать, для этого есть все возможности. Если не говорит о оболочке. Оболочка, она у нас вот... Идет пока больно вопрос, да, всегда идет одного диаметра, будем говорить. Это был козин, кутизин. Сосисные оболочки мы вообще не имеем. Это очень дорого, если доставать. Значит, чтобы выпускать, допустим, сосиски, нужна только оболочка или еще что-то не хватает? Нет, не только оболочка. Там специальные станки, из которых для сосиски отдельно. Но мы этого пока не имеем. Но приобрести-то нетрудно в наше время, если имеешь финансы, как говорится. Проблемы на сегодняшний день испытывает Ваше предприятие? Мы испытываем постоянные такие нехватки вот транспортных единиц мы имеем. Это надо говорить в любом предприятии, хоть оно большое, хоть маленькое. Должно быть все, начиная от лопат, метелки. Вот на сегодня мы имеем один автомобиль и ВАЗ и все на этом. Нужен нам автобус, нужен, чтобы людей возить. Нужен грузовой транспорт, чтобы скот вывозить из колхозов. Нужен и каскаватор, погрузчик, будем говорить. Вывозить вот всякие, Биакутан, она, в Весокомбинате, она, сами знаете, там, что производится, из чего делается она. Там и навоз, там и кровь, там и кости, отходы, набирается. Вот где же надо, избавиться от этих. Вот тем более сейчас зимой много снега навалит на нашу территорию. В общем, нужно вот эти техники, в первую очередь нужно. А потом вот у нас с Ашистными опять-таки стройка так и она тянется, хотя деньги есть сейчас, и строители, ну, как обычно строители, сами знаете, тянут такую работу. Из-за этого мы даже летом три месяца не работали, нас охранная природа останавливала, штрафовала. Ничего, пока выходим из положения. Но должно до конца года заводить, наверное. Ну, можно надеяться? Нужно, надеяться, работать надо. Материал подготовлен журналистом Тарисовой Еленой и оператором Саньюэма Барагзяновой. АПЛОДИСМЕНТОМ АПЛОДИСМЕНТОМ ТАРСМЕНТОМ Доброе утро, дорогие друзья! Привет! В эфире очередной выпуск «Нерскусного часа». Как мы поняли по вашим откликам, наша передача вам очень понравилась. Поэтому, чтобы вы не успели нас забыть, мы хотим предложить вам свой очередной выпуск. А теперь панорама новостей. Что, где, когда, зачем и почему? Помните строчки Гоголя, которые привели всех героев комедии в неописуемый ужас? К нам едет ревизор. А вот в школу-гимназию номер два приехал даже не один, а несколько. Строгие чиновники из столицы республики будут целую неделю, а может даже две, проверять, достойно ли средняя школа номер два называется гимназией. Нелегкий экзамен придется держать гимназистам, ведь ревизоры будут проверять. Контрольные, беседовать с учителями, с родителями. Надеемся, что воспитанники школы-гимназии не ударят лицом в грязь. Ни пуха вам, ребята, ни пера. Интересный эксперимент решили провести в средней школе номер три. В старших классах за каждую полученную двойку решили вносить в банк класс по сто рублей, а за каждую полученную пятерку из банка класса будет выделяться тоже сто рублей. Интересно, приживется ли этот эксперимент? Но возражающих не было. А были вопросы, почему же такая маленькая такса? В эти долгожданные, но очень короткие осенние каникулы мы ездили в гости к юнкорам села Колтасы. В доме пионеров и школьников, где арендует помещение подростковый клуб, нам был оказан радушный прием. Тут мы познакомились с руководителем подросткового клуба Лерой Фаатовной Красноборовой. Луны и корреспонденты, это да, не выпустим из рук острова пера. Проблемы мы поднимем, заставим их решить, иначе для чего нас не тешит. Проблемы мы поднимем, заставим их решить, иначе для чего нас не тешит. Она вкратце рассказала нам о деятельности подросткового клуба, который работает по четырем направлениям. Юнкоры, музыканты, театралы и краеведы. Занимаются с ребятами люди, целиком и полностью преданные своему делу. Клуб очень популярен среди старшеклассников. И посещают его, и вовлекаются во все мероприятия и трудные подростки. Как нам сообщили, со дня создания подросткового клуба детская преступность в Калтасинском районе сократилась в три раза. Насыщенные интересными делами жизни членов объединения юнкоров свой голос. Они пытаются выпускать специальную подростковую газету «Аумбобильные новости». Аум прошифровывается как «Ассоциация учащейся молодежи Башкортостана». В свет увидели шесть номеров интереснейших газет. После дружеского чаепития, устроенного в честь нашего приезда, мы разделились на три команды и провели конкурс юнкоров. Соревновались по принципу «Кто быстрее и смешнее напишет небольшой рассказ, придумает анекдот или рекламу со своей газеты». А затем была развлекательная программа, тоже в виде конкурса «Стэйтенейджер». Незаметно пролетел весь день. На прощание обменялись адресами и фотографиями, в автобус садились грустные, хотя и знали, что у этого праздника будет продолжение, и мы вновь встретимся в Янауле. Новые друзья нам очень понравились, и вообще встреча была замечательной. Музыка 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 Если в прошлом году в столовую школу было ни пролезть, ни вылезти, то нынче стало как на цивилизованной западной, без толкотни. Что за случилось? Поумнели дети? Ничуть. Просто в столовую школу надо теперь питаться платно. Питаются бесплатно только ученики первых-шестых классов и дети малообеспеченных семей. А остальных без денег в столовую не пускают. Кому? Кто же от этого выиграл? Конечно же, у повара, потому что работать без толкотней суеты стало легче. А если хочешь есть, умею вертеться. В жизни каждого из нас, безусловно, играет очень большую роль. А кинотеатр? Давайте поговорим сегодня об этом. Я нахожусь возле единственного пока в городе кинотеатра «Дружба». Сегодня демонстрируют американский фильм «Закованные в пепел». И вот уже идут первые зрители. Привет, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы идете в кино? Нет. На фильмы я хожу. Только на советские и некоторые на иностранные фильмы. А вообще вам нравится репертуар нашего кинотеатра? Ну, так-то нормально, но не очень. Показывают почти одни боевики, да. А вам? Тоже. Ну, больше нравится зарубежный. Ребят, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы часто ходите в кино? Да. А какие фильмы вы больше смотрите? Боевики. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, какие фильмы вам больше нравятся? Лично мне нравятся больше такие жизненные фильмы, наши советские. А вам? Ну, наверное, то же самое. А вообще вам нравится репертуар нашего кинотеатра? Честно сказать, не очень. Показываетесь. Я нахожусь в магазине «Елена», который находится при кинотеатре «Дружба». Здесь продают различные напитки, жвачки или сигареты. Но продают здесь также и цветы, например, хризантемы, цикламены. Люди, приходя в кино, непременно заглядывают сюда. Вот скажите, пожалуйста, вы часто приходите в кино? Я, конечно, в кино часто не хожу. Но вчера я была тут, посещала кинотеатр «Дружбу». Посмотрела очень интересный фильм при участии Жан-Клода Ван Дамма. Фильм такой интересный. Но мне очень печально показалось, что зрителей очень мало в этом зале. Потому что этот зал, мне кажется, не соответствует, чтобы сюда каждый мог прийти, отдохнуть, какое-то духовное богатство получить. Потому что там очень уютно себя чувствуешь. Во-первых, кресло очень неудобное. Судя по всему, большинству зрителям нравятся индийские мелодрамы, французские кинокомедии или различные приключения. На радость малышам в 11 часов здесь демонстрируют разные мультики и детские фильмы. Но несмотря на то, что здесь всегда показывают очень интересные фильмы, сюда ходит очень мало людей. В основном 10-15 человек. Почему? Это можно объяснить тем, что сейчас в каждом доме имеется видеомагнитофон. У них есть возможность посмотреть тот или иной фильм дома. Но ведь это же просто-напросто неинтересно и скучно. Лучше приходите сюда, расслабиться или просто поболтать с друзьями. Учащийся средней школы номер один не в настроении. Ушел в другую школу единственный преподаватель музыки Ильдар Габдрахманович Киков, проработавший здесь 25 лет. Он был музыкальным оформителем всех школьных мероприятий. Без тени недовольства устанавливал аппаратуру для дискотек, которая работала без помех. Кто же теперь будет преподавать уроки музыки? Учащийся не теряет надежды, что может быть придет другой специалист. Или вернется прежний маэстро, которого все очень любили. Вы давно бывали в нашем городском парке. Заметили, как с наступлением зимы здесь стало неописуемо красиво. Белые, пушистые снежные покрывала покрыло землю. А деревья, словно в царстве беринге, разукрашены снежными жемчужинами. В морозный день снег, скрипя под ногами, подпадривает, поднимает настроение. Дышится здесь легко и свободно. Жалко, что пока не проложена лыжня. Нет ледяной горки для ребятни. Все это, конечно, появится. Ну и в этом царстве красоты есть место, которое не радует глаз. Было время, когда вечерами с городского парка лилась музыка. А юноши и девушки в теплое время года танцевали там от души. Во что же сегодня превратилась танцевальная площадка? Наполовину разобранная, заваленная мусором, она отнюдь не служит украшением парка. Но кое-кому танцплощадка все-таки еще служит. Крутые девчонки и мальчишки за ее забором, прячась от людского глада, глаза балуются сигаретами и даже лицом. Что же интересно думает о и на улицах гости города, проходя по парку мимо этого памятники безхозяйственности. Как бы это ни было, выходите в парк с санками или на лыжах, или просто погулять. Уверена, что вы получите огромный заряд бодрости. А теперь реклама. Здравствуйте, у вас нет, что он так головной бородит? Очень-очень-очень. От желудка. Пожалуйста. От радикулита. Пожалуйста. От боли в печени. Я давно за вами наблюдаю. Вы всем даете одно и то же. И правильно. Читайте я на улицах золи, и вы забудете о ваших болезнях. В нашем Минкоровском клубе мы не только осваиваем газетные жанры. Готовим свою страничку «Веселый ветер» и телепередачу. Не скучный час, но и дружим, общаемся и отмечаем праздники. А сегодня в нашем клубе большой праздник. День рождения Нади и Ларисы. По этому поводу накрыт праздничный стол. Что же можно сказать о скорпионах? Гороскоп утверждает, что они по природе свои борцы. С первого взгляда у них есть все, чтобы добиться успеха. Но из-за раздражительности немало врагов. Надеемся, что у Надюши и Ларисы врагов не будет. Скорпионы — великолепные хирурги, блестящие исследователи, адвокаты, юристы, талантливые полководцы. К сожалению, в этом списке нет журналистов. Но мы уверены, что наши скорпионы одолеют и эту профессию. Главное — есть желание, а все остальное придет. Дорогие наши девочки, поздравляем вас, желаем здоровья, успеха, творческих успехов, а в дневнике одних пятерок. Вот и подошла к концу наша передача. Мы прощаемся с вами. До следующих встреч. Пока. Очередной номер передачи «Нескучный час» подготовлен кружком юмкоров при Доме пионеров и школьников под руководством Альбера Хадмолиной и оператором студии телевидения Санией Моборокзяновой. Съемки в Калтасах произведены работниками Калтасинского подросткового. Продолжение следует...